Уже не раз говорилось о непомерных аппетитах служителей культа, которые медленно, но верно прибирают к рукам объекта недвижимости, при этом ссылаясь на принятый в 2010 году федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Но дело не ограничивается лишь захватами зданий и территорий. Церковь еще и активно занимается восстановлением храмов, по разным причинам исчезнувших в годы советской власти. Так, в Красноярске местная епархия Русской Православной Церкви выбила себе земельный участок в центре города, на территории которого собирается построить взорванный большевиками в 1936 году Богородице Рождественский Собор. При этом против строительства, стоимость которого обойдется минимум в 2 миллиарда рублей, выступают не только горожане, обеспокоенные тем, что в самом сердце Красноярска в ущерб городской архитектуре появится православная торговая точка с часовней и автостоянкой. Архитекторы предложили выбрать для стройки новое место, мотивировав это тем, что возведение храма на набережной Енисея повлияет на грунтовые воды, что в свою очередь вызовет затопление. Но православным помогает Бог, а значит, служители культа ко мнению специалистов прислушиваться не обязаны. В итоге неравнодушные красноярцы начали сбор подписей против строительства храма на набережной, наивно возмутившись тем, что никто в городской администрации не поинтересовался мнением местных жителей. Последние уверены, что Красноярску в первую очередь не хватает ни торговых центров и церквей, а детских образовательных центров, современных аттракционов, спортивных сооружений и просто достойного для миллионного города места отдыха. И такой выпад очень не понравился руководству Красноярской епархии РПЦ. Не придумав ничего более оригинального, митрополит Красноярский Иочинский Пантелейман назвал противников строительства храма экстремистами и пригрозил страшными мучениями. Этот вопрос поднимают бесчеловечные, настроенные на гегемонию и деспотическое диктаторское отношение одних к другим, не объясняя, для чего это делается. И не понимая, что это служение дьяволу, бесам и гибель их же семей. Все, кто ломал кресты и храмы, страшной смертью кончили. Я не запугиваю, как бы так ни пришлось и с теми, кто требует референдума. Земля уже передана епархии. Почему референдумы соберут, что рядом будет строиться с храмом, там же, на другом участке, огромный торговый центр или деловый центр? Это провокация, разделяющая общество, экстремизм. Вот и все по этому вопросу. Что ж, сказано по существу и вполне по православному. Но вот интересно, как бы митрополит отнесся к тому, если бы кто-то из красноярцев, выступающих против фактического уничтожения городской набережной, заговорил со служителем культа на знакомом ему языке и сказал бы примерно следующее. Большинство из тех, кто застраивал страну храмами и насаждал православие в царской России, страшной смертью кончили. Я не запугиваю, как бы так ни пришлось и с теми, кто сейчас вновь занялся возрождением духовности. И что бы стало с таким смельчаком? Известно, что сидел бы себе преспокойно на бутылке в ближайшем отделении полиции, как и положено. Однако же православный митрополит за экстремизм и угрозы в адрес жителей Красноярска на бутылку, похоже, присаживаться не собирается. Более того, при поддержке городских властей он таки возведет свою торговую точку. А красноярцы вынуждены будут с этим смириться, другого не дано. В конце апреля русскоязычные СМИ сообщили о том, что научный атеизм поэтапно сходит на нет, ссылаясь на то, что в последнее время появилось множество фактов, свидетельствующих о вмешательстве руки Всевышнего. Журналисты вытащили на свет английского астрофизика и королевского астронома Мартина Джона Риса, который рассказал о том, что при исследовании структуры ДНК профессионалы пришли к мысли, что происхождение первой системы репродуцирования нереально без божественного вмешательства. Ссылаясь на мнение ученого, СМИ отмечают, что механизм сохранения миллионов кодов информации в структуре ДНК не мог появиться из ниоткуда, а значит, все пути ведут к теории существования Бога. Ученые доказали, что мироздание создано Богом, победоносно сообщали интернет-ресурсы, при этом не уточняя, какой именно Бог из обширного списка Всевышних, которых когда-либо знало человечество, ответственен за появление жизни на Земле. Может быть это кто-то из древнегреческого пантеона, кровавые боги ацтеков, или все же хорошо знакомый нам христианский бог-отец, дух святой и сын его Иисус в одном лице. Но если авторитетного мнения Мартина Риса вам мало, то СМИ приводят слова его коллеги, директора Международного института теоретической и прикладной физики Анатолия Акимова, который подтвердил, что многие ученые физики прошлого охотно верили в Бога, и в качестве примера привел Исаака Ньютона. Что ж, свежие аргументы в пользу теории божественного вмешательства кажутся очень убедительными. А массовый отказ ученых от атеизма и их признание законов Всевышнего не оставляют ни малейших шансов на продолжение нашей деятельности. Поэтому я присоединяюсь к тем ученым, которые приняли Бога под тяжестью столь неопровержимых доказательств, и закрываю дайджест, увы, так и не достигнув заветного сотового выпуска. Все это без труда проглотят те, кто и без того свято убежден в существовании Творца. Однако, как известно, сверхъестественные утверждения нуждаются в точно таких же сверхъестественных доказательствах. Мартин Джон Рис может быть и является большим специалистом в области астрофизики, однако изучение ДНК явно не его сфера научных интересов. Тем более, что в 2011 году Рис стал лауреатом Темплтоновской премии, которая, по меткому определению Ричарда Докинза, присуждается тому, кто от имени научного сообщества скажет что-нибудь хорошее о религии. Естественно, за награду в почти полтора миллиона долларов можно позволить себе признать и существование Всевышнего, и религиозные чудеса. Да и сама новость о том, что ученые в буквальном смысле исторгают из себя атеизм и признают слово Божье, появляется в русскоязычных СМИ едва ли не каждый год. Проблема заключается еще и в том, что Анатолий Акимов из Международного института теоретической и прикладной физики, на которого в 2017 году ссылаются журналисты, умер 10 лет назад. Его работы о торсионных полях научным сообществам не признаются, а сам некогда возглавляемый им институт напрямую относится к так называемой Российской Академии Естественных Наук, лженаучной организации, об авторитете которой свидетельствует хотя бы тот факт, что ее членами, академиками, являются такие видные светила мировой науки, как глава Чечни Рамзан Кадыров, целитель Григорий Гробовой до его тюремной отсидки, чудо-изобретатель Виктор Петрик, альтернативный историк Анатолий Фоменко, чтец древнерусских символов везде и вся Валерий Чудинов и многие другие не менее уважаемые ученые. Так что о Боге, как о создателе всего мироздания, равно как и о доказательствах его существования, говорить пока что рановато. Да и дайджест никто закрывать не будет. Аминь! Ура! Ура! Святой Пасхе, и я вас всех очень рад видеть. Спасибо, Господи. Первый раз здесь нахожусь. Радуюсь видеть и строительство храма, и всех вас собранных здесь. Храню вас, Господь, веру храните в сердцах, тогда все у нас будет хорошо. И в стране, и в городе Москве, и в жизни каждого. Спасибо, Господи. Пусть Господь хранит вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...